Илья Анатольевич Меньш, главный тренер, тем не менее. Значит, наши машины, посмотрим. Илья Анатольевич, вашим тренер. Шапачки увозить, наверное, отсюда. Надо забивать голы. Надо забивать голы. Моменты были, эпизоды были, подходы были. Но, к сожалению, мы свои моменты не использовали. Понятно, что команда хозяев достаточно мастеровитые футболисты есть. И мы понимали, что как бы мы не оборонялись там, да, и все равно какой-то эпизод будет, и мы, к сожалению, пропустим. И нацеливали ребят, что обязательно надо забить. Чтобы добиться положительного результата, надо гол забить. Но, опять же, повторюсь, моменты были, к сожалению, не использовали. А так, в принципе, претензии там по самодаче, по старанию, особенно там по второму тайму, да. У меня к ребятам нет. Игорь Анатольевич, сегодня, да, то есть в Тюмень доходили, да, были подходы, были моменты. Но показалось, что все-таки не хватило исполнительского мастерства, прежде всего, чтобы решать такими, сколько он целей. Ну, заявку откройте просто, посмотрите, кто где играл, и у кого сколько матчей в премьер-лиге, у кого во второй лиге. Конечно, не хватило мастерства, ну, понятно, это очевидно. Я про это и сказал, что моменты были, не хватило мастерства. То есть, когда там Кулиши вышел 1-1, да, когда 0-0 был, что-то там, вместо того, чтобы ударить ближний угол, ударил там не на исполнение, а со всей силы попал в ротаря. Хотя, в принципе, с его опытом он мог это сделать. Ну, наверное, во втором тайме там, наверное, у Макаева, наверное, такой один из самых таких опасных моментов тоже, скажем, мог там хладнокровнее исполнить, но опять же, что же скажешь, когда футболисты есть, скажем. В прошлом году в Тюмени где-то в это же время примерно ушли в лидерах, когда учились в ряды вместе, вот сейчас такая ситуация, как посчитаете, что сломалось немножко в какой-то структуре, в схеме? Что сломалось? Ну, ушло 18 футболистов, а так больше ничего не сломалось. Ну, в принципе, мы собирали новую команду, да, понятно, что сейчас какие-то, может быть, уже там отговорки, что прошло достаточно много времени, ну, помешали там какие-то травмы, еще что-то, да, ну, наверное, сегодня, если так по совокупности, ну, наверное, не знаю, понятно, на победу мы не наиграли, но на ничу, наверное, могли бы наиграть, да. Могли бы, могли бы нет, но не наиграли. Добрый вечер, Павел Пилаев, Телеграм-канал Солома. Вопрос такой, если вот рассуждать правильно, я понимаю, тактически, в общем, мы сегодня очень так организованно сыграли, а шина в обороне, то есть тактика была на компактную игру и на то, чтобы, значит, 10 футболистов, все, значит, ямотно возвращались назад при обороне, и при этом были фактически такие диагональные, значит, забросы, обычно в втором этаже, значит, выход, короткий пас и ставки на стандарты. Правильно я понимаю? То есть, получается, задача была гола забить, а потом как-то в обороне уходить, по-моему. Вы все рассказали, всю мою установку, поэтому. Все правильно, все правильно. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.